В дальнейшем мы будем часто обращаться к модулю HTTP, поэтому сейчас небольшая экскурсия по его документации, что в ней есть и где это искать. Сейчас модуль HTTP совмещает в себе два функционала. Первый функционал — это функционал сервера. HTTP Create Server создает новый объект — класса Server. Если перед нам обработчик, то он ставится на событие Request. Второй функционал — это Create Client. Этот метод устарел, есть немножко другой — HTTP Request. Общий смысл такой, что он предназначен для создания HTTP-запросов. При помощи этого метода Node.js может обратиться к другому сайту или серверу. Сам по себе класс HTTP Server используется мало. Создается объект, вешается обработчик на событие Request, запрос пришел, и при помощи Listens серверу назначается определенный порт, хост, или если у вас Unix-систему, можно назначить Unix-сокет. Далее при получении запроса происходит событие Request, и контроль приходит к функции обработчику. Она получает два аргумента. Первое — Request — объект запроса, входящие данные. Второе — Response — объект ответа. Давайте начнем с объекта запроса. Сейчас я посмотрю, где он документации. Обратите внимание, тут есть некоторые непонятки, возможно, в будущем при переписывании модуля они будут устранены. Client Request, который здесь написан, это вовсе не объект запроса, о котором сейчас идет речь. Client Request — это объект запроса, если мы используем HTTP Client, то есть если мы при помощи Node.js генерируем этот запрос. А если мы этот функционал не используем, то Client Request в общем ни при чем. Нас интересует Incoming Message. Именно Incoming Message — это первый параметр функции обработчика запроса, и он получает, видите, URL, метод, headers и некоторые другие перечисленные здесь свойства. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что здесь находятся не все свойства объекта запроса, потому что Incoming Message наследует другому классу, который представляет собой так называемый поток. И эти потоки мы в ближайшем будущем обсудим. Поэтому и событие Event тоже не единственное. Есть еще, мы перейдем к ним позже. Обычный цикл работы сервера состоит из того, что мы узнаем, что именно к нам пришло, считаем там URL и другие свойства, а дальше отвечаем, осуществляя запись в объект сервер-респонс. Вот. Второй параметр — обработчик запроса Request. Если есть желание, мы можем поставить свои заголовки. Это делается либо вызовом RightHead, который отправляет их в ответ тут же, либо неявным образом. Неявные означают в данном случае, что тут же они отправлены не будут, а подождут первой записи. Status Code, SetHeader. Впрочем, во многих случаях никакие особые заголовки не требуются. Можно сразу написать ответ. Если это, скажем, веб-страница, то ответ можно записать вызовом response.end и в первом параметре указать текст страницы. Также для записи в ответ есть метод response.write. В отличие от end он не закрывает соединение. Поэтому response.write используют в тех случаях, когда мы хотим много-много раз что-то писать, писать, писать в ответ постепенно. Например, потому что появляются все новые-новые данные. Ну и в этом случае для того, чтобы окончить ответ, используется end. Соединение будет висеть до того, пока end не будет вызван. Ну, либо пока, например, его клиент не закроет или не подойдет какая-то ошибка. У объекта ответа есть и другие свойства события, которые здесь не упомянуты, потому что эта документация посвящена, собственно, server response. А server response является наследником другого класса, который мы в дальнейшем тоже изучим. Но на текущий момент мы уже знаем достаточно, чтобы получить запрос и отослать нормально ответ в браузер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!